Подруги, привет! И добро пожаловать на нашу блатхату. У нас что происходит? Значит, у нас происходит в целом, ну, обычный простой день. Что сейчас делает мой ребенок, ну, вот как бы тут, не знаю, сам черт, по-моему, не разберется. Но в целом мне кажется, что у него тут какие-то замашки альпиниста. Так, давай-ка ты слезешь. Котенок! Ну, в общем, я не знаю, как мне тут с моим животом залезть для того, чтобы его оттуда достать. Короче, если бабушка тебя увидит... Эй, человек! Бабушка тебя увидит, получишь ты по мозгам. У нас тут разруха полная, то есть у нас просто-напросто закончился день. У нас вечер, и сегодня мы вам будем показывать нашу вечернюю рутину. Отправление ребенка на сон, как мы готовимся ко сну, что мы делаем, во сколько наше подготовление все начинается и так далее. В силу того, что погода сегодня хорошая за последние несколько дней, как вы видите, ну, по нашей песочнице видно, что здесь вода, дождь шел активно. И, следовательно, здесь вот как бы вот, ну, снахождение на улице было так себе не очень. Поэтому сегодня мы вот прям до последнего, до победного на улице. Следовательно, ну, как бы и выглядит все соответствующе. Все разбросано. Здесь у нас все еще происходит обучение ребенка горшку. Кстати, сегодня мы съездили в Икею, и я купила еще два горшка икеевских, дабы попа моего милкого помещалась, собственно, в горшок, потому что этот можно выкинуть. Он как бы в него даже и нормально сходить не может. У нас, по-моему, полвосьмого вечера. Мы еще немного потусуемся, и восемь часов – это то время, когда мы отправляемся домой. Уже заходим. Так, Стелла, здесь ребенок пил сок. Очевидно, он уже его не пьет, а его пьет Стелла. Я что-то как-то, когда вот согласилась брать щенка, я не подумала о том, что это будет полный трэш. Блин, это просто вандал из вандалов. Мы домой заходим с наших гулянок в восемь часов вечера, и этим мы начинаем наши ритуалы. Пока мы здесь на улице, сейчас робот-пылесос совершает уборку, чистит нам там все. Я уже плюс-минус там что-то подготовила потихонечку. Но в целом мы пойдем сейчас с тобой, скоро уже в ванную. Будем купаться, покажу вам, какой косметикой мы сейчас пользуемся, как мы намываемся и, в общем, какие у нас там процессы. Сразу скажу, что в ванну я его буду помещать в шортиках или в трусах. Обычно я его в шортах-трусах не купаю. Это просто для Ютуба, для видео, дабы, ну, как бы не светить. Ответственные интимные места. Ребенок на экране. Это для тех, кто будет спрашивать. Слышишь, любитель цветочков, давай. Может, ты вылезешь из куста? Эй, вкусно пахнет цветочек? Да? Прелесть какая. Ну, в общем, пошла доставать в очередной раз. Ну, а перед тем, как пойти домой, давай сложим игрушки в твои песочницы. Давай, помоги маме, чтобы здесь оставалась хоть какая-то чистота и хоть какой-то порядок. Давай. Хрен, да? Я понял. Так, все, лежак есть. Подушки уже убрали. Так, ну, отлично. Все, готово. Ребенок, пойдем. Пятый раз, пожалуйста. Ты опять с цветком? То есть, принципиально там его нюхать, да? Угу. Ну. Ну, окей. Подожду. Ну, чего? Чего, надо маме понюхать цветок твой? Ну, давай. Ну, давай, цветочек. Сейчас понюхаю. Ай, Реми, какой прекрасный цветочек. Давай, Реми, пойдем. Пойдем. Да, и самокатами вот так вот надо пользоваться, если вы не знали. Большую часть вечернего ритуала занимает его просто поймать. Уговорить присоединиться мне, отправиться домой. Умываться и все такое. Ну, это самое большое наше развлечение. Вечернее. Ну, и вот. У вас там все хорошо? Нормально все, да? Окей. Так, ну, в общем, чтобы вы понимали, 45 минут. Приблизительно я гонялась за этими двумя вандалами, пока загнала их домой. Вернее, этого загнала домой. В общем, наш вечер. Сегодня как-то удивительным образом сильно сносно у нас дома. И не такой бардак, как обычно. Рем пописал. Сам отнес вот эту среднюю часть уже в туалет смыть. Здесь у нас тут паркинг динозавры. В общем, частью моего вот вечернего ритуала с ребенком уборка, мытье. Я уже в купальнике, не обращайте внимания, буду купаться с ребенком в купальнике. Короче, грязная посуда. Все это нужно перемыть, почистить. Но в целом, должна сказать, что что-то сегодня как-то случилось, и у нас действительно все сносно. Так, здесь эта вот вообще история не заканчивается. Это нужно закрыть, потому что ребенок тут уже орудовал. Он каждый день выбрасывает свои вещи, поэтому у меня тут бардак адский. Так, робот-пылесос у меня тут моет все. Прекрасная вещь. Вот, честно вам скажу, без этого друга я бы не знаю, чтобы со мной было каждый день. Я его запускаю. Влажная уборка, сухая уборка. Если нужно его в какое-то одно помещение поместить для работы, я ставлю специальную ленту магнитную, как препятствие, как виртуальную стену, и он тут работает. Кому интересно, это Китфорд. Очень классный пылесос. Ставлю ссылку в описании. Так что, бабы, кто ищет за хорошую цену, классную штуку, приобретайте. Так, что у нас тут в комнате? А, из новинок я поменяла местами кроватку с диваном. И тут у нас тоже бардачок, который придется убирать. В общем, днем ребенок играл здесь со своими игрушками. Обычно это выглядит так. Полки вот выглядят тоже просто. Так, все, давай намываться. Мы идем в ванную комнату. В общем, в ванной комнате у нас тут все вот так вот тоже. Полно игрушек. С этим я уже просто ничего не делаю, не справляюсь. Ну, как бы, как есть, ежедневно. Тут у нас все наши полотенца висят. Ребенок грязный. Тут у нас беде, туалеты, наши полки с нашими вещами. Что еще здесь? А, лосьончик, которым мы пользуемся, это я покажу. Ну, и тут мои какие-то штуки ежедневные, которыми я пользуюсь. Наши зубные щетки, пасты. Это тоже мы берем для нашего с тобой купания. Такс. Это нам надо будет с тобой. Тынь-тынь-тынь. Раз-два, раз-два. Так, это все я покажу вам. Ну что, давай, котенок, набирать воду и будем купаться. А, ну давай. Обычно с ребенком купаемся мы вместе. То есть оба залазим в ванну. У нас здесь все наши рыбы, динозавры, рыбалка. Давай будем чистить зубы. Держи. Так, зубная щетка у нас здесь baby brush. А потом у нас zubная щетка. Вернее, зубная паста здесь была. Давай. Так, давай сначала мама. А потом Рэми. Будем чистить вместе? Ну давай. Давай будем чистить вместе. Сейчас мама. Вольтю. Ха-ха-ха. Давай, Рэми, давай, давай, чистим зубы. Вместе. Зубки, зубки, чистим. Давай. Раз, два, три, раз, два, три. Давай. Ага. Давай, как мама. Ой. Ха-ха-ха. Угу. Хи-хи. Ну вот. Теперь вот так вот мы хорошо почистили зубки, да? Вот. Ну вот. Нужно выключать. Так, тело и голову ребенка я всегда мою мустелой. Неизменно. В общем, это у нас гели и шампун. Два в одном. Давай, иди сюда. Так, иди сюда. Опа. И вот, кстати, единственный продукт, который мне понравился и нам зашел от Томми Типи. Это вот такая вот леечка-поливалочка. То есть, баночка, которая имеет здесь силиконовую такую вставку, чтобы было удобно вливать ребенка в голову и не приливать на лицо. Но в то же самое время здесь сзади еще есть леечка. И можно поливать поклейку. В общем, нам зашла прекрасно. В принципе, я ребенка намываю каждый день. Потому что после всех наших гуляний, уличных со Стеллой, по грядкам и так далее, в общем, ребенок, сами понимаете, сильно грязненький. Поэтому приходится его намывать. Так, давай. Чика-чика-чика-чика-чика-чика. Мы. Проводушка мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой. И один такой лайфхак, который для себя я открыла, как помочь ребенку не бояться мыть голову и ее споладкивать. Приучаюсь к тому, что этот процесс для него комфортный и расслабляющий. И потихонечку, раз за разом, его вот так вот наклонять и ложить себе на ноги. Живот теперь служит как очень хорошая подушка. И смывать шампунь вот таким вот образом, пока ребенок лежит. Давай. И у нас уже получается так, что даже вот вода попала, он уже не психует, никуда не ломится. Так, подожди, сейчас в литру. Все, извини. Нечаянно, все-все-все, нечаянно. Буду стараться аккуратно, никуда не ломись. Уже никуда не ломится и не психует, когда вода попадает даже на личико. То есть он спокойно заливается лошадь. Воросики. И таким образом мы очень хорошо промываем смыган шампун. Да, котенок? Чика-чика-чика. Ну и вот, если баночку повернуть с другой стороны, получается это колечко. Дюшка. Да? Чика-чика-чика. Так, давай затылок помоем. Так, давай еще затылок остался. Давай затылок помоем. Все, затылок только остался. Так, выйти, стей. Останься, останься. Затылок еще остался, подожди. Так. Убей. Ну, пупой. Так, давай лицо маму помоет. Личика, тебе тоже нужно помоть глазки. Погоди. Сейчас я почищу. Стой. Так, глазки. Ау. Все, сейчас мы вытрем. Личика надо сполоснуть. А то у тебя фиг знает что. Готов. Вот давай. Так, ручки. Так, вторая. Ты дащи. Еще мы каждый вечер намываем малыша. Давай малыша намывай. Вот, чтоб чистенький братик был. Давай, давай, давай. Намывай. Хочу, хочу, хочу. Я тоже чистая твоя папа. Давай малыша смывай. Воду надо набрать. Пока бурлиет, убирается. Все, теперь для вас смывай. Молодец, еще давай. А здесь вот. Давай, смывай все, 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 чтобы мама и малыш были чистые. Давай. И здесь. Вот, вот. Бам, молодец. Все, чистый малыш? Братик, чистый? Я. В общем, подружки, сегодня, естественно, я на моем отступе не буду вам показывать. Из тех средств, которыми я пользуюсь, это Vela Fusion для волос, кондиционер и шапунь. Еще для себя открыла вот такие вот супер маски, тоже от Vela. Это на летнее время, когда волосы на солнце выгорают. В общем, очень классная штука. Так, ну все, после наших купаний у нас тут все всегда мокрое, но я ребенку прям позволяю дурачиться и, в общем, уселиться. Ладно, все, достаю ребенка, сушу и покажу вам дальше, что же мы делаем перед сном. Так, здесь мы уже потихонечку зеваем и перед нашим ужином и сном прихорашиваемся. Свет я приглушаю везде, то есть у нас вечером всегда в доме достаточно тихая и спокойная атмосфера. Само-само рождение, то есть вот ритуал перед сном, он всегда приглушенный свет, без лишних стимулов, без лишней музыки, звуков и так далее. Сейчас, когда ребенку два года и три месяца, а вечером он перед сном еще может мультики посмотреть, но тогда я оставлю те мультики, которые он хорошо знает, тоже достаточно спокойные, там с песенками, убаюкивающими и так далее, или спокойный очень сюжет. Грубо говоря, все, что не будет ребенка возбуждать. Хотя его мультики в целом не возбуждают. Но, может быть, это, ну, скорее всего, это неправильно. И инстаграмные разные консультанты меня назовут просто жуткой матерью и проклятие в мою сторону отправят. Но мы вечером смотрим мультики, ну, в общем, я знаю, что моему ребенку это не мешает, он спокойно засыпает, поэтому для меня это окей. Так, первым делом мы наденем подгузник. Здесь, как обычно, наша любимая гунву, размер XL. Вечером перед сном надеваю сразу после ванны, насколько уже больше недели мы выручаем горшку ребенка, вечером даже с подгузником он в него не ходит. То есть я его высаживаю в любом случае каждые полчаса на горшок, и он ходит писать на горшок. Подгузник я просто одеваю на всякий случай. Потом из ухода лосьон, как обычно, мустела, то есть это вот с самого рождения наш лосьончик. И так как в Риге трудно найти крем для попы, то есть есть необходимость, там от жары у нас немного-немного, есть какие-то опрелости, то вот я могу использовать судокрем. Но в целом он нам не особо-то подходит, и я им никогда не пользуюсь. Просто его купила, потому что мустеловский крем для попы я найти здесь в Риге не смогла. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня у нас еще пришло время стричь наши ногти. Я сразу стригу и ручки, и ножки. В общем, сегодня будем этим заниматься, и действительно, пока эта прекрасная процедура у нас длится, мы смотрим мультики. Держи. Так, ноготки ему стригу маленькими ножничками с самого рождения. Это единственное, что использую для подстригания ногтей. Субтитры сделал DimaTorzok Так, пока ребенок красивый, намытый и счастливый, мама быстро пошла делать кашу. Каша у нас сегодня овсяная с яблоком и корицей. Прям очень вкусненько у нас получается все. Это наш ужин. И, конечно же, водичка. Так, давай, садись. Садись, садись, садись. Садись. Так, вот так вот. Обязательный атрибут нашего ужина и в целом любого приема пищи – это полотенце. Потому что ребенок педант. После каждой ложки нужно вытерать рот. Одна сильно неправильная вещь, которую я делаю во время ужина – это помогаю ребенку есть. То есть, подкармливаю его сама. Особенно если у нас затягиваются все наши процедуры. Я понимаю, что мы очень-очень поздно садимся за стол. То я просто ему помогаю. Мы едим вместе. То есть, одна ложка у него, другая ложка у меня. И если он продолжает смотреть свой мультик, то, естественно, получается, что больше кормлю его я сама. Понятное дело, что мультики ставлю ему не каждый вечер. Но вот сегодня, так как мы действительно что-то там в саду прокопались и, конечно же, съемка видеоролика, она тоже занимает время, то мы уже что-то припозднились. И поэтому сегодня, для того, чтобы быстрее мы поели, ребенок еще какое-то время после ужина мог потусоваться. Сразу с полным желудком не ложиться спать. Я, в общем, помогаю ему и подкармливаю его сама. Ну и, конечно же, те, кто сильно бдят за правильностью материнства, конечно же, скажут, что за столом мультик смотреть тоже неприемлемо. Ну, да, неправильно. Очевидно, будет масса аргументов, почему этого делать не стоит. Ну, как бы, у нас бывает и так, и сяк. Поскольку мы, как родители, тоже за столом любим что-то смотреть. Поэтому я все-таки считаю, что правила в основном, как бы, могут быть одинаковыми для взрослого и для ребенка. Ну, понятное дело, адаптировано, естественно. Все-таки ребенок и взрослые разные истории. Но, тем не менее, это я больше к тому, что я не запрещаю ребенку на 100% то, что делаю сама. И поэтому частенько бывает, что вечером, особенно перед сном, он свой мультик досматривает, а я его там быстренько ложкой и подкормлю. Да, давай. Держи. Но вот он все, в любом случае, вытирает. Это значит, что за процессом он следит. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, сейчас кухня закончилась. Спросите, почему убога кухни является частью нашего вечернего ритуала? А все потому, что как только в нашем доме ложится спать ребенок, это время условного отдыха. Если, например, у меня нет работы, то я могу отдыхать. А если у меня есть работа, например, смонтировать видеоролик для YouTube, тогда после укладывания ребенка я монтирую свои видеоролики. И если даже минимальная уборка не сделанная и дома остается в бардаке, и мне приходится эту уборку делать после того, как ложится ребенок спать, Ну, то как бы остальная работа вся стоит. Поэтому я предпочитаю все сделать, по крайней мере, минимально до того, как уйдет спать ребенок. Опа! Титиш! Так. Ку-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Так. это? на самом деле, спасибо mln наук закрыт динамизации продавать под пищи и зап ради гнарм ктон электр 000 в синий бывают 袀 See? And they took the blue bucket with the yellow handle and put the dinosaurs in the bucket. And there was soapy water. Yeah? And they all got washed up. And they even had a bath when Harry had a bath. Look! With the soapy water. And then when Henry went to the bed, the dinosaurs went to the bed as well. Right? See? They all sleepy, sleepy. But they already sent Henry and all his dinosaurs. Yeah? Yeah! Cukku-cukku-cukku. Let's go take a bath! Okay, come on. Here you have something... Cuy, mama will help. While we are singing, we were scared a little bit. If something is cassimento, I will put a kid's leave. замочек чтобы снять сутку Мама прицелуй её Так, у нас процедура прощания с писюльками. Так, давай, сейчас включим свет. Пойдем. Так, подожди, закрывай дверь. Так, ты закрывай дверь. Так, давай вот это на пол. Давай, Реми. Давай. Пока, писюлечки. Пока. Скажи пока. Пока, писюлечки. Давай, закрываем. И теперь смывай. Давай. Е-е-е-е. Так, это сейчас мы помоем. Горшочек надо помыть. Так, давай, давай. Ручки надо помыть, давай. Let me wash your hands. We need to wash your hands. Давай. Wash your hands. Давай. Wear your belt. Wash, wash, wash. Close. Good job. Ну все, беги. Давай, 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 Ременький. Так, что у нас еще перед сном? Так, ребенок уже ложится спать. Как я уже сказала, сегодня мы что-то припозднились. Обычно я его стараюсь уложить до 10, чтобы он уже спал. Так, давай. Это мы убираем. У нас тут с тобой столько всего. Так, одеялко. Давай, все, ложись, котенок. Все, давай, укладывайся. Так, давай, 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 давай. Так вот, пряменько. Ложись, ложись, ложись. Так, на вторую соску с вами. Так, одеялко. Бам-бам-бам. Так, одеялко. На улице, кстати, у нас ливень опять начался. Жуткий. Так, надо закрыть окно. Сейчас, Бубик, закрываем окошко. Чтобы у нас было прям темно в нашей спальне утром. В общем, с утра у него тут темно, как и, впрочем, во всех наших комнатах, потому что мы любим спать без освещения. Так, это я, конечно, сегодня не убрала. Ну да ладно, оставлю. Я уже все, у меня уже сил нет. Так, что я включаю? Я обычно включаю ему белый шум. Особенно здесь, потому что Стелла наша с утра любит лавить. И шушушку. Это мальчикин шушушка. В общем, все наши штуки белый шум и прочие, они прям с рождения одни и те же. Ими пользуюсь. И для малыша второго я тоже такие же штуки куплю. Там есть еще одна машинка белого шума. Клевая. Может быть, ту еще докуплю. Но она похожа на вот эту морпаку портативную. Ну и все. Двести часов, котенок. Все. Засыпай, мой зайка. Спокойной ночи. Увидимся с тобой утречком, да? Давай. Ну, в общем, так вот котенок засыпает. Я выключаю его в комнате свет. Сначала его приглушаю, а потом вовсе его включаю. И все, у нас остается только белый шум. Вентилятор наш я убираю. И все, пока еще дверь не поставили. Дверь у меня здесь будет в конце августа. У нас занавеска. Поэтому это единственный способ, как нам отделить его комнату. Все, котенок, спокойной ночи. С осыпаями. Ну вот. Я закрываю эту занавеску. Ну и вот так вот. В целом в своей комнате я немного глушу свет. Ну просто потому что как бы вечер. И, наверное, для меня тоже как-то уже слишком. Вот, убираю все вещи, которые у меня остаются после малыша. Камера наша работает. Так, включаю наш монитор. Кстати, здесь в Риге я купила новую моторолу. Такую, как у нас была в Санкт-Петербурге. Ну и вот. Котеночек мой засыпает. Ставлю монитор так, чтобы я его видела. Ну и все. Для себя я готовлю. Сегодня монтировать нужно. Поэтому я готовлю все свои причиндалы, компьютеры и прочее. В общем, для того, чтобы монтировать. За ребенком наблюдаю это. Подключу к проводу. Я какие-то вещички еще убираю в шкаф. Ну и в целом, как вы можете себе представить, после того, как я укладываю малыша спать, я просто заканчиваюсь на этом. Наш вечерний ритуал. Он, конечно, такой многогранный, многоступенчатый. Много чего мы делаем. Длится он, как правило, ну да, где-то приблизительно 2 часа. Но, опять же, сегодня мы припозднились. Ну, в целом, вот как есть. Со всеми нашими правильными подходами, неправильными подходами. В общем, показала вам, как есть. У меня нет цели вам рассказать, какая классная мамаша и как я все делаю правильно. У меня цель наоборот. Показать, как в реальной жизни я справляюсь с маленьким ребенком, со своей беременностью, без такой особой постоянной помощи и без мужа, который пока находится в Санкт-Петербурге. Так что, надеюсь, вам понравился наш вечерний ритуал. В комментариях пишите, хотите ли вы посмотреть там наш утренний ритуал, например, или как мы днем укладываемся. Ну, в общем, напишите, интересен ли вам наш остальной режим. И мы тогда, если вам интересно, снимем для вас и остальные наши части дня и покажем, как же мы тут справляемся. На этом сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем доброго дня. Я пойду немного отдохну и приступлю к метажу. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видеоролике. На этом сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok